Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». В народе говорят, ремонт хуже пожара. Редко кому удается избежать ссор во время поклейки обоев и выбора материалов. А сегодня, когда рынок дизайнерских предложений переполнен, хочется не только правильно подготовить жилище, но и сделать это оригинально, не как у всех. Любую бригаду ремонтников-отделочников не наймешь. Сегодня у нас в гостях победитель всероссийского конкурса «Мастер сухого строительства» со своим преподавателем и наставником. Конкурсы профессионального мастерства проходят ежегодно по всем строительным профессиям. В этом году конкурс проходил в Липецке, принимало участие 25 регионов, причем такие большие, как Московский регион, Санкт-Петербург, Кисловодск, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород. Но от Читы и, как говорят по всей России, прошли конкурсы по программе президентской «Одаренные дети». Мы приняли в этом конкурсе непосредственное участие и поехали туда с одной надеждой – победить. Мастер сухого строительства включает в себя три профессии. Профессия штукатур, профессия маляр, профессия плиточник и профессия монтажник каркасно-обшивных конструкций. Это работа с сухими смесями, с гипсокартоном, как он сказал, но по новой системе КНАУФ. Это новая строительная технология. Если по этой технологии работать и честно, и добросовестно, и правильно, то тогда мы один раз в жизни сделаем ремонт, и потом через 20 лет, если мы захотим переклеить обои, мы отдираем обои сухими и снова наклеиваем на стены. Не надо, как раньше было, шпаклевать, грунтовать, штукатурить. Все это уходит в прошлое. Ну, конечно же, больше уделяют внимание молодежь на строительство новых объектов, где гипсокартон, где, может быть, меньше грязной, тяжелой штукатурной работе. Вот он любит работать с гипсокартоном, с ламинатом, с подвесными потолками. Как давно вы увлекаетесь вот этим занятием? Отделкой занимаюсь с седьмого класса и в школе, и Колымил также ходил. И дальше пошел учиться, чтобы получить профессию, диплом. Я так понимаю, не было чего-то, что вы привезли на конкурс, отправили какую-то работу. То есть самое главное – это вы сами, то есть ваше мастерство. Расскажите, как проводился отбор? Отбор проводился у нас сначала был среди училищ конкурс, потом мы с нескольких училищ проезжали и занял первое место в училище. В регионе? В регионе. И меня отослали на Всероссийскую олимпиаду. И вы уже там демонстрировали свое мастерство, правильно? Да. То есть был некий какой-то объект, который вы должны были подготовить, правильно? Да. Там давалось два по практической части, а одно задание по теоретическое. Практически была поклейка обоев, там 15 квадратов выходило. За три часа надо было поклеить срезом карниза и бордером. Второе-то было оштукатуривание по маякам, высококачественная штукатурка. Третья – теория. 20 вопросов было. Есть какой-то вопрос, на который было сложно ответить? Были. Дело все в том, что когда нас туда пригласили на конкурс, мы приехали, и мы, представители, мастера производственного обучения, мы не видели, что они делают. Им все на чертежах было показано, задание роздано по рисункам. Очень сложные были работы, настолько сложные, что я бы со своим опытом за три часа ту работу не сделала. А в чем сложность? Сложность в том, что ребята выполняли, вот он на третьем курсе, работы давались четвертого и пятого разряда, хотя они у нас выпускаются с третьим и четвертым разрядом. Это надо было поклеить за три часа стенку, сделать угол, вверху сделать бордер, разбить стенку посрединке, клеить бордер. Это очень сложная работа. Но поскольку нас туда не допустили, мы не видели свои работы, нам только на флешках показали их, потом и то не все. Те, кто обслуживал конкурс, тульские мастера, ребятам что-то помогали, первый день они сказали, лучше рязанца, никто не сделал обойные работы. Поскольку они такое слово применили, он применил лазерный уровень, один из всех конкурсантов, который и вертикально, и горизонтальные линии не проводил карандашом, а он сразу по лазерному уровню клеил стенки. Поэтому он справился с заданием самой первой и сделал, ну, я думаю, что с отличным качеством. Как все нам говорили, мы не видели, все, кто там их обслуживал. Лучше рязанца и санкт-петербургца не было, но все равно у нас была лучшая работа. Ну, и мы очень обрадовались этому. Вот это сейчас хорошо сказать в камеру, когда нам говорят, русские не умеют делать что-то, не умеют у нас в Рязани красить, да, и клеить обои. Вот посмотрите, как мы умеем. А вы знаете, когда награждали, вот когда последний день прошел Олимпиады, да, и когда награждали, вот Дима поднялся на сцену, и руководитель Треста, он ему сказал, Дмитрий, ваша работа по штукатурным работам идеальная. Просто у нас, ну, слезы потекли от того, что мы действительно были очень на высоком уровне. Я помню, как клеила обои я. Это всегда что-то фееричное, да, дома, когда не получается вдвоем с этим полотном. Куча людей помогает. Я так понимаю, все-таки это достаточно сложно, да, и высота была достаточно, наверное, хорошая. 2,70 высота была сложная. Со стремянки туда-сюда, за каждым полотном спускаться, брать и клеить. А какие-то были вещи специально сделанные для того, чтобы вас проверить? Мы приезжали туда, приехали на конкурс со своим инструментом, и каждого у них смотрели. Оснащенность инструмента, готовность к работе, культура труда, техника безопасности и вообще отношение к самой работе. Это и есть подвохи. Там за каждым движением смотрели, за каждым. Дом новый, девятиэтажный, абсолютно новый. На четвертом этаже обои клеят, все было подготовлено. А первый этаж штукатурили. У нас есть диплом «Самый лучший штукатур России», то есть и студентам. Сегодня мы принесли вот и диплом, и кубок, и его там еще денежной премией наградил президент. Это будет еще не скорость. Фотоаппарат ему вручили на конкурсе. Мастеру вручили два чемодана с инструментом КНАУФа. Поэтому, наверное, есть заинтересованность всегда ездить на конкурс. Узнаешь что-то новое, опыта набираешься. А ему-то нужно всегда-всегда. У него руки просто золотые. Воспитанник, вот он, школа-интернат, да, он взялся за жизнь, ухватился за нее. Мне поражает, что женщина руководит, да, вот в данном случае. Обычно все-таки как-то на втором плане считают, что мужчина лучше от девочники. Я не сомневаюсь в том, что он станет лучшим, он это уже доказал. А как вы пришли к такой профессии, мне интересно. Я 42 года работаю в профессиональном училище, теперь уже в колледже. И мне кажется, что никакая профессия нашей профессии не бывает лучше. Ну, кто вот как не мы построим, для людей добро сделаем. Первое, с чего начинается уют, вошел на твою? Первая жизнь, когда появились первые профессии, это был хлебороб, а вторая профессия строитель. И вот я, наверное, только родилась, я влюблена в это дело. Мой отец был строитель, и я, мне кажется, я все знаю, что нужно вот для их, для отделочников. Поэтому мои ребята на стройках работают, в основном большинство на стройках работают. И любят тоже профессию. Вот если бы он не любил так, как я ее, мне кажется, ничего не получится. К сожалению, нас ценят обычно там, где нас не знают. Это правда. Хотелось бы спросить, насколько вы востребованы сейчас в Рязани, ваши таланты и способности? Насколько наши работодатели готовы за них платить? Потому что, когда много знаешь, как правило, задвигают к стеночке. Это действительно так? Не жалуюсь. Платили они все хорошо. Обращались хорошо. Инструмент, какой нужен был, они привозили сразу. Вы останетесь в Рязани или планируете дальше? Нет, останутся в Рязани. Дальше никуда не помню. Ну, хоть один хороший мастер первоклассный у нас будет. Это здорово. А что у вас? Может быть, есть новые какие-то смены, которые вы сейчас готовите, новые мастера? Вы знаете, когда подвели мы итоги этого конкурса, и я слышу от наших мастеров звонок, они говорят, как хорошо, что есть кому-то передать свой опыт. У нас, у меня же такие прекрасные ребята, я в этом году выпускаю, почти 40 человек. Две группы ребят, вот их группу, еще одну. Я им передаю свой опыт. У нас мастера, которые моложе меня и которым нужно еще что-то рассказать. Хочу, чтобы любили эту профессию. Без любви не будешь делать хорошо. Ну, а ребятам все, что могу, я передам. Я просто очень рада тому, что мои ребята все знают и любят эту профессию. И будут работать долго-долго по ней. Наш творческий коллектив поздравляет вас с вашими победами, с вашими дипломами. Я надеюсь, они не последние. И расскажете еще о других. Совет прозвучал. Любите свою профессию. Она обязательно полюбит вас. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok